Добрый, добрый, добрый день всем еще раз, с вами друг, игрокам ТВ, МПРТВ, все-все-все. Queen of Pain и Ember Spirit для команды Liquid и Манки Бизнес забирают себе бестмастера и забирают себе тузка, а тем Liquid по-прежнему не банит мипо против своих оппонентов. В прошлой игре Ноутейл просто не наказал, а унизил команду Liquid своим простеньким, многоличным таким, короче говоря, здоровенным стаком маленьких героев под названием Mipo. И эти мипо геомансеры в прошлом просто изувечили всех абсолютно. А после покупки Хикса стало понятно, что никаких шансов нет и быть не может. Ну и посмотрите, кого банит команда Манки Бизнес, они опять банят Лича и, возможно, они опять заберут себе мипо, почему нет, если хорошо получается. В прошлой игре ни квопа, ни Ember Spirit с ним не справились, я думаю, Team Liquid стоит на четвертый бан потратить все-таки на этого паренька, на этих пареньков. Это же как-то несерьезно, если сейчас команда Манки Бизнес заберет второй раз себе мипо, а забанили они Лича не просто так, и Андайинга не просто так, и не просто так они забанили Дарк Сира. Вот точно вам говорю. Если сейчас команда Ликвид не банит мипо, а Манки Бизнес его берут, то это даже несерьезно, и Кура тогда супер фейлер до конца этого матча. Ну что, команда Манки Бизнес уже забрала бисмастера Туска. Врывная комбай есть, у Флейнер тоже имеется. Осталось, а что? Много чего осталось. Осталось. Подождите, а Ember Spirit в прошлой игре ведь был за Манки Бизнес. Вот что значит одному стримить. Никто не поправит, никто не подскажет. Да, Ember Spirit был за команду Манки Бизнес, потому что я помню, все это было как раз таки с Айон Шеллом, с Флейм Гвардом, и подходить к нему было очень опасно. Так же, как и к Мепарям было подходить невероятно опасно. Ну, сейчас Ember разобрали себе игроки команды Ликвид, и есть вариант, что он пойдет на легкую линию фармить. Квапа вообще по дефолту центральной линии герой, но в прошлой игре Мантумба Мэн на квапе был на легкой линии, а на мидлейн отправили Розора. Винтерн Виверн от Манки Бизнес в баню, и Тим Ликвид. Мипа не Мипа, лучше Мипа, ребята. Лучше. Для вас же лучше. Не для себя стараюсь. Все, ушли уже в дополнительное время Ликвиды. Ну, что там думать? Один бан. Один бан, и вы обезопасите себя от героя, который на ура вообще получается реализовывает No Tale. Один из пяти банов. Возможно, вы и угадаете. Возможно, не угадаете, но сам факт, что вы под каток этот не попадете опять. Под пять маленьких катков. Антимага банят. Ну, ждем. Ждем. Если маги забирают себе Мипа, это даже... Даже комментировать можно будет не особо стараться. Все будет, мне кажется, очень похоже на прошлую игру. Эмбер Спирит, Квин оф Пейн, и надо добрать саппортов, надо забрать оффлейнера к команде Ликвид. Что тут по оффлейнерам уже в бане? Бруда. Отсутствует, отсутствует Дарк Сир, как оффлейнер. Ну, в целом, пока стак оффлейнеров еще большой, можно будет что-то довыбрать. Вич Доктор от команды Ликвид залетает в пик. Манки Бизнес не имеют пока мейн керри, нет мидлейнера и нет одного саппорта. Ну, да, нет, да, нет. Джакира! Уже видели. Уже видели этого героя. Кто, интересно, будет под Джакирой? Не то же ли самое? Ликвиды без оффлейнера, напомню, без еще одного саппорта. Ну, оффлейнера можно оставить напоследок. Всего двоих забанили сейчас. Игроки обеих команд, ну, еще двоих, там, или еще одного максимум забанят. Команда Манки Бизнес. Пул оффлейнеров, он не такой уж и маленький. Есть Баратрумы, есть Найт Сталкеры, в конце концов. Никуда не девались. Но решили сейчас забрать Клокверка. Сейчас уже, чтобы... Под Вич Доктора очень неплохо, под Квапу, под Эмбер Спирита. Клокверк неплохой вариант на самом деле. И вытанковать, и зацепить, и ворваться с километра. Если все будет хорошо, и у Манки Тролла появится Аганин, то очень мобильная будет комбинация команды Ликвид. Я думаю, вы понимаете. Небольшой кулдаун на блинке от Квапы. Мобильность ее. Клокверк, который через всю карту на хукшоте влетает Эмбер Спирит, с ремнантами. А Вич Доктору близко подходить не обязательно. Дезвард можно дать из такого приличного расстояния, чтобы не тусить там внутри всей этой кучки. Комбинация хорошая у Ликвида, но Манки Бизнес еще свою не раскрыли и ничем не ответили. Мипо. Мипо. Ну, Вич Доктор против Мипо. Клокверк здесь против Мипо. Здесь все против Мипо. Ликвида решили, видимо, этим ударить. Не баном конкретно этого героя, а контрпиком. В Шадоу Финд на центральную линию. Ох, ох, ох. Ну, это непростая задача стоять против Клопы на Шадоу Финде. Да, хорошо фармит. За Рэддиант играет Манки Бизнес. Тоже в пользу Шадоу Финда. В ровных руках Квин оф Пейн на центральной линии Шадоу Финда-то загоняет. И Даззл. Последний бан от команды Ликвида. И последний бан от Манки Бизнес. У них нет еще одного саппорта. Дезраптора, наверное, есть смысл забанить. Можно ведь на шарики вкатиться прямо в... Прямо-таки в Статик Шторм. Я думаю, Дезраптор практически очевидный бан от команды Манки Бизнес. Ждем. Нет, это Огрмак. Как знаете. Может, себе хотят забрать? Нет, у них нет Майнкери. Какой там Дезраптор? Ну, а Ликвиды тогда. Умнички мои. Берем и пикаем. И горя вообще не знаем. 10 секунд. Ремейный. 5 секунд. Ремейный. Резерве. Резерве. 40 секунд у жидких ребят. Почему не дезраптор? Не очень понимаю. Катиться-то на тузке будут. Все прикатятся. И что такое прилететь в Статик Шторм? Прикатиться в Статик Шторм и в Кинетик Филд. Одного еще и отправить, быстренько развалить. Очень хорошая тема на самом деле. Хотя может быть какая-нибудь Нага Сайрен тоже. Было бы не лишнее здесь. Вот Тим Ликвид. В принципе у них все плотно. Клокверки, квапы, как саппорт. Может и такое быть. Кристал Мейден. Приплыли. Кристалка от команды Ликвид. Пупеем запахло немножко от Куроку. Но здесь нет никакого Пупея. На Кристалке будет играть скорее всего Кура. Ну и Манки Бизнес. Последний пик от них. Мейн Керри по-прежнему отсутствует. Есть Фантом Лансер. Есть Гирокоптер. Который будет с Блэк Кинг Баром по-любому. И ЦМки плевать Гирокоптеру на ЦМку. Много кто есть на самом деле. Гиропейл, Спектра, Джаггернаут. Да, кстати, Джаггернаут. Чтобы бить Кристалкой, по-моему, и грустновато немножко стало. Почувствовала где-то предательство. Сколько в интернете любовных линий, историй, ЦМки и Джаггернаута. И тут на тебе. Нолтейл забирает себе Джаггера. Миракл будет играть на Шадоуфин Диэм. Матумба Мэн. Эмбер Спирит будет. Угу. Вот такие дела. Так, Крит будет играть на Джекера. Мун Ми. Энд Хер будет играть на Бистмастере. И-и-и. Фата-фата-фата на Квинов Пейн. Эмбер Спирит на Матумба Мэн. И Майн Контрол на сложную на Клокерке. ЦМка это, скорее всего, Кура. А Вич Доктор это... Не Кура тогда. Флай забирает себе Тоско. Ладно. Хорошо. По лайнам, в общем-то, должны разобраться игроки. Пока что... Пока что даже как-то предпочтение сложно отдать. Одному второму пику. Что там, что там ровненько. Позабирали своих героев. Ну, ровный стак. Сейв есть. Хелпа есть. Вич Доктор здесь. Занимается подхилом Шадоуфин. Здесь в составе Манки Бизнес будет заниматься, скорее всего, подхилом. Потому что Меку вывозить несложно. Инициация имеется. Здесь инициация тоже имеется. Стан. Стан. Здесь стан. Стан. Привязки. Ну, такая функциональная комба. Что там, что там. Что в пике Ликвидов. Что в пике Манки Бизнес. Много чего будет зависеть от того, как на лайнах отстоят свои ранние этапы. И кто первые артефакты вывезет. Джиракс уже пошел на топ лейн. Уже занимается вардингом. Чтоб все видеть. Ну, и вся команда Ликвид в большинстве своем, точнее, отправляется на топ руну. Матумба Мэн будет, как я понимаю, стоять сложную линию. Фатта. Хотя нет. Матумба Мэн, скорее всего, пойдет легкий лайн. А Фатта отправится на центральную линию. Ну, здесь такого напикали. Мне мозги сейчас просто вскипят. Фатта. Матумба Мэн. Прошлую игру Матумба Мэн стоял на квапе вообще легкую. Фатта стоял центральную линию. Теперь квапа в руках Фаты. Фатта будет стоять в центр. Матумба Мэн отправится в легкую. Так много всего. Ну, и Кура. Пингует по Орлу. Один удар. Второй удар. Первые 30 копеек для команды. Ликвид. Все. Подтащили своих оппонентов. Ликвиды молодцы. Ну, и вард. Джеракс разбивает сразу же. Да, неприятно. Да, заблочил. Но в целом. Лучше безвижно оставить команду Манки Бизнес, чем на этот не самый юзабельный спот рассчитывать. И топ руну забирает Миракл. Внизу Фатта. На квапе ни с кем не пришлось бороться. Безопасно абсолютно для себя. Пожелаем командам удачи. Крепы пошли. Руны разобраны. Команда Ликвид против команды Манки Бизнес. Еще раз напомню, это winner bracket европейских квалификаций на Франкфурт Мэджор. И на данный момент команда Манки Бизнес выигрывает со счетом 1-0. Победитель проходит дальше по сетке в финал в финал в финал. А проигравший падает в финал лузеров. Сложная линия здесь. Флай вместе с Мунми Энхё. Два милишных героя. Но они неплохо так напиливают Матумба Мэна. Флэйм Гвард качает Матумба Мэн. А привязки-то нет. И очень долго до кассок еще ждать Джераксу. И в итоге Матумба Мэн просто отпугнул своих оппонентов. Чтобы пофармить поспокойнее. 5 на 0 у него, у Флайя 0, у Мунми Энхё тоже 0. Они вообще никого не поубивали. Смысл был здесь бодаться так долго. Да, сложная пока не алё получается. Первый крип. Джеракс просто развлекает команду Манки Бизнес на сложной линии. Элементарно. Через сказки все это делается. Маны себе прикупил. Будет харасить насколько это возможно. Кура занимается отводами. А сложная линия. Какая сложная сложная линия. Где? Где то, о ком я думаю. То, о ком я думаю здесь. Прячется в кустах. Его пока достаточно сильно напрягает. Ну и ХП меньше половины. Блокерка приходится отъедаться деревяшками. Ноутейл фармит без проблем. Майнд контрол мешать ему сильно толком и не может. Крита, видимо, что потрепало. А сам Ноутейл в принципе фуловый. У него ХП реген неплохой. У него уже есть тапок. Уже скорее всего начнется агрессия в ближайшие несколько минут. Джаггер практически третий левел. Еще один крип и третий левел у него будет. СФ это время теряет очень много ХП на центральной линии. Фата без скримов пейны. Таким образом не убивает Миракла. Шадоу страйк второго левела. Блинк первого потрепало. Хорошо здесь Миракла. А вот Фату будут ловить. У Фаты Блинк аж через 4 секунды. Дальний койл от Миракла минус 1 от команды Манки Бизнес. Не убиваешь ты, убивают тебя. Золотое правило любого вида спорта. Даже если он с приставкой Кибер. 267 золота, 230 экспирианса. Ошибка. Ошибка от Фаты. Ну и незамедлительно последовала реакция команды Манки Бизнеса. Развалили очень быстренько Квапу. Но промечивое решение. Не надо было туда лезть. На хайграунд. Тем более если ты понимал, что ты не убиваешь своего оппонента. У тебя нет скримов пейн. Дэмэдж быстренько не влить. Джракс выходит у нас на Мумеет Хеоа. Подойдет к Крипу, получит Каски. Не подходит мой Мумеет Хео. Отходит подальше. Ну и стоят пока в терпильной такой обстановке. Команды Манки Бизнес. Фары пошел на Матумба Мэна. Как далеко в это время был Джракс. Подхил будет или не будет, не успевает. Просто-напросто Джракс это его фейл. Или Матумба Мэна фейл, что он слишком близко подошел. Но если бы был здесь Джракс, убили бы без вопросов всю эту даблу. А так в итоге Джракс отваливается скорее всего. О, пошли топары по Джраксу. Еще и Айс Шард под ноги. Даблкилл от Мун Мен Хео. И оффлейнер команды Манки Бизнес уже на глобальном подъеме. У Бестмастера сейчас появится тапочек. Потом еще что-нибудь. Потом еще, еще, еще. А потом конец игры. И Бестмастер будет очень хорошо и уверенно себя чувствовать. Флай съедает Манго. Судя по синим точечкам вокруг него. Амун Мен Хео сейчас подстрянет на самом деле. С каской... Ой, как неприятно, да? Обнова 685 по Бестмастеру Шарраху. Если бы не это обнова, никакие каски не летали бы между ним. Да и между катапулами. Флай вовремя ориентируется. Разваливает в это время Вич Доктора. Там Джекира умер на нижнем лайне. Смотрим, наблюдаем. Не на нижнем лайне. Джекира умер в лесу. К тому же. Ну и Ноутейл. Где Ноутейл? Меня Ноутейл интересует. Джаггер не умирал ни разу. Джаггер просто фармит. 4-2 счет. Становится. Команда Ликвид. Так, Флай еще. Продолжает получать по голове Кура. Здесь Матумба Мэн. Здесь Кура уже подошел своего тиммейта. Саппортить врыв от Флая на Кура. Четвертый левел. Только Туск. Не хватает маны на Айс Шард. Но бегут. Бегут, бегут. Топоры есть. Кура должны убивать. Еще по одному удару. Кура убьют. У Кура есть сапог. 330 здесь. Скорость 360. А Мун Мейн Хио прилетают на сейву. И Кура сейчас, если бы Колбу дал бы, то развалили бы всех. Майн Контрол поздновато. Пришел сюда, но под Меледиктом Мун Мейн Хио развалит. Кура рассыпается. Куда же ты, родной, полез? Это же элементарно. На развороте дает топоры. В итоге Бестмастер. Счет становится 5-3. Размен 1 в 1. Ликвиды больше заработали, но ЦМкой можно было и не жертвовать. Просто взяли и ледяную подругу отдали. Вообще даже, я не знаю, за спасибо. И так умирал Бестмастер. Это было понятно. Ему вообще не надо было больше ничего делать. Там под батаре-ассаут от Клокверка он бы стопился. Меледикт его дамажил. Три человека по спине било бы. Эта колба, она нафиг не нужна была, но почему-то так решил Кура распорядиться собственной жизнью. Дело, в принципе, его. У Мирекла уже есть тапок. У Мирекла есть рингов Аквилла. И у Мирекла есть потрясающего уровня наглость. Удар по Куру. Один Койл, второй дальний Койл. Кура развалился. Все, и быстренько Мирекл валить отсюда. Очень хороший фраг на самом деле. Причем валить недалеко. Валить на центральную линию. Зато забирают Джаггернаута. Игроки команды Ликвид на своей сложной линии. Ну и Крид закрыт возле Тавара. Крид отъезжает по-любому. Ей надо еще один ТП купить. Или Вардов, да что-нибудь купи. Он просто дарит 130 голды. Почему не купить еще один свиток портала? Неужели он лишним будет? Ну, 100 копеек в итоге подарил своим оппонентам. Самое печальное, что потерял их просто. Подарить-то он по-любому бы их подарил. Он еще и потерял деньги. Флай ловит Матумба Мэн. Флэмгвард через одну секунду. Но не хватает маны на Флэмгвард. Съедает в итоге у нас Мэджик Вонт. Юзайт точнее не съедает. Вытягивает на себя Матумба Мэн своего оппонента. Флай лоу хпшный. Матумба Мэн его дожигает. Ну и Крита ловить не получается. Маны нет. Не стал есть манга Матумба Мэн. Радичейнов. Крит по-любому по тавру. Ходил. Счет 6-6. Жирненькая такая игра. Полторы тысячи манки выигрывали. Теперь в ноль. И по экспириенсу. Ликвиды впереди. На тысячу. Семь минут сыграно. Все хорошо. Клокверк сыпется в это время. На центральной линии. Тут супер-пупер замес. Из миллиона людей. Мирикл после колбы. Лоу хпшный. Мирикл старается сделать ульту. Не получается. Развалили Клокверка в размен на Шадоу Финда. Еще и оффлейнер команды Манки Бизнес рассыпается. Зачем сюда пришел Брю Мастер? Ну, по логике вещей умереть. Но на кой черт это надо было делать, непонятно. Он-то без ульты. Он под сейв никакой сделать не мог. Кабаном здесь не вывезешь. Уайлд Эксис тоже всю команду не перебьет. В итоге команда Ликвид просто своего оффлейнера разменяла. На оффлейнера команды Манки Бизнес и на мидлейнера команды Манки Бизнес остались Ликвиды в плюсе. Сейчас графики поползут вверх. Ну и Мун Менхи возвращается на свою линию. Тут Кура пока в соло. У Кура будут траблы, если на него выйдут. Джаггер приходит еще сюда. Ноутейл через фазы идет. У Ноутейла есть седьмой левел. Есть темный слэш. Видит Сэмку, убивает Сэмку. Делается это элементарно. Можно даже через Блэйд Фьюри. Сэмка не вывезет в такой дамаге. Новый просто убивается Орел. Быстренько к Крепам Кура или не Крепам. Непонятно. Сэфа поймали на центральной линии. Лоу-хпшный Сэф. Шадоффинг в таверну. Сэмка отбегает. Врыв очень удачный получился. От Клокверка на центральную линию. Майн-контрол помогает своему тиммейту забрать центральный лайн. На Тумба Мэн в это время убивает еще и Джакира. Ну и дальше Ликвида. Теперь на топ-линии. Ноутейл распрыгался. Убивает Кура. Но Ноутейл по идее должен здесь умирать. Да, забирают Варты. Ноутейл никуда отсюда не денется. Размен одного саппорта на трех героев команды Манки Бизнес. Счет становится 8-11. И Ликвиды, конечно, много здесь подняли. 330 за одного у Джаггернаута. Естественно, все это в размен с Сэмкой. Ну и помимо этого еще два килла на разных частях карты. По голде Ликвиды должны усилиться очень сильно причем. Как дела у Миракла? Есть Аквила, есть Боттл, Пауэр Трэдс. Ему ничего здесь не настакали. Поэтому обычные дела у него абсолютно. Он еще и потерял души. Хорошенько Некромастер был промакшен и после смерти, разумеется, приходится тупить. Очень важно, чтобы здесь вызвал скелетов. Да, вызывает скелетов, сразу же забирает себе их Миракл. И вот 26 душ при 36 максимальных. Так неплохо. Ну и сейчас еще стаки оживут. Можно будет еще раз нырнуть в лес. Миракл пошел бороться за руну. Сразу же идет просветка от Клокверка. Джаггер без ульты, поэтому Джаггер сюда подходить не будет. Ничего он с Сэфом в соло не сделает. Сэф уже практически собрал себе Баклер. Будет в Мекку идти. Вообще, давайте артефакты, смотри, 10 минут же уже прошло. Конечно, прошло. Матумба Мэн. Ринго Факвила есть. Мэджик Вонт. Бутсов Спид. Пур Мэн Шилд. 600 голды на руках. Пока ничего не вырисовывается. Клоквер. 460 на руках. ПТ есть. Бутл есть. Мэджик Вонт. Вич Доктор. Ну, еще 300 голды до Урнов Шадлз. Так, в принципе, на бомже. Квапа от Фаты. Это что такое? Почему так мало всего? 730 на руках. Нолл Талисман. Хотя нет, не так уж и мало. Миракл это мало. Миракл приносит себе баклер. Так, Джаггер. Врыв от Клокверка на Миракл. Что ж, у меня все время Миракл... Ой, Клокверки Джаггер. Все время их путают. Хлайд цепляют. Это минус 2 от команды Ликвид. Кура очень удачно ворвался. Ноутейл здесь. У него есть Омни Слэш. Пока просто выжигает Фату. Фата лохэпешный. Ноутейл сейчас разультится. Ноутейл не успевает разультиться. Матумба Мэн через чины быстренько. Остановил Биг Дэдди. 1 в 3. Еще один размен в пользу команды Ликвид. И на этот раз дорогущий размен. Мейн керри. Мидлейнера не потеряли. А здесь мейн керри. Здесь мид. Здесь саппорт. 1 тысячу 100 голды. 2 тысячи экспириенс. Ликвид по-моему понесли своих оппонентов. Кура вообще откуда ни возьмись. Из леса вышел. Как ты там оказался? Ну и по золотишку Ликвиды уже впереди. По экспириенсу они 2 с половиной выигрывают. По-моему графики не обновились. За последнее время тысячу выиграли. Игроки команды Ликвид по-моему еще ниже должны графики нырнуть после обновления. Ноутейл с Омни Слэш. Прыгать на Фату смысла нет. Ноутейл не стал юзать Омни Слэш. Здесь есть Блинк. Здесь Мэджик Уонт. Фата не умирал ни в коем случае. И вынужден отойти Ноутейл. Или будет танковать Тавар. Да, танкует. У него есть Хилингвард 2-го левела. Потанковать имеет возможность. Кабан тоже танкует. Кабана убегает. Флай укатился. Куда? Как? На кого? Зачем? Почему? Как вообще это получилось? Почему Флай улетел на пустое место? Кто здесь был? Айшард пустили. Стараются разделить команду Ликвид на несколько частей. Это получается. Но после этого атаки никакой. Поэтому Ликвиды моментально возвращаются. Пролетели каски от Жиракса. На Ноутейл. Ноутейл на себе их и оставил. Подсейф открыта. В итоге задефали свой Тавар игроки команды Ликвид. Тавар, к сожалению, их пока еще не денаивал. 142, надо 134, если я не ошибаюсь. Ну и далеко не расходится. Команда Банки Бизнеса не понимает, что раз собрались, Тавар надо забрать. Крипы идут. Тавар уже денаебл. На кой черт спрашивается? Будут забирать, наверное, Ликвиды. Тавар... Нет, нет, в итоге отдают вышку. Крит через Ликвид Фаер забирает. Тавар даже не пришлось руками его бить. Дойти кал Тавар. Игроки команды Манки Бизнеса опять здесь кучкой тусят. Из центральной линии надо либо расходиться и фармить, либо идти куда-то давить дальше. Но стоять в пятером на 13 минуте, тратить такое важное время на пустые вообще мувы на центральной линии, это бесполезняк. То же касается и команды Ликвид. Идите фармите, чё вы тупите здесь. Дальше идти некуда команде Манки Бизнес в таком вот стаке, в 2-3 человека. Они на Т2 точно не пойдут. Поэтому надо какую-то агрессию организовать, либо одной, либо второй команде. Ликвиды готовы зайти в спину. Здесь есть Тавар. И это не очень хорошо для команды Ликвид, для ЦМки в частности, для Вичдоктора 870 хп. ЦМка вообще 739. Ну и возвращается на свою половину карты. А Джеракс ещё и тут с курьером разбирается, 60 голды заработал. И не уходит. Стоит, не уходит, никуда он вообще не собирается, пойдёт через Тавар. Как я понимаю, Кабан выходит на Джеракса. Джеракс бежать отсюда. Не убежишь теперь, Джеракс. И теперь стой тупи здесь. ТП у Джеракса на центральную линию. Под Т2 команда Манки Бизнес. Они здесь впятером. Кого здесь не хватает, так это Матумба Мэна. Ремнант, я не знаю, есть, нет. По-моему, нет здесь никаких ремнантов. Куда Матумба Мэн будет прилетать? Да, без ремнантов Матумба Мэн. И нет у него... А, у него есть Бутсов Трэвел. Ну что, прилетит. Ну и пошёл врыв от команды Манки Бизнес. Быстренько съедает Вич Доктора. Ноутейл по-прежнему с Омни Слэшем. Колба отправляет его Омни Слэш на Фату. Фата почти всё ХП слил, только потом упрыгивает. Подхилл пошёл от Миракла. Меккой всех выше половины подняла. И Т2 забирает команда Манки Бизнеса. А Матумба Мэн в это время во вражеском лесу фармит. Ну не чушь ли это? По-моему, чушь. Но это моё скромное мнение. Оно может не совпадать с объективной реальностью. Матумба Мэн не пошёлся. Ведь свою тиму в итоге потеряли одного саппорта. Потеряли вышку. Подарили кучу денег своим оппонентам. Счёт где-то там по голдишке должен был сравняться. Нет, Манки Бизнес даже и вверх пошли. Они уже выигрывают порядка одной тысячи. Сейчас графики обновятся. Я думаю, тысяча-полторы будет в их пользу. Ну и по экспириенсу Ликвид по-прежнему впереди на трёшку. Ни одного Дезворда за игрой я не видел ещё. Я во всех файтах, где Вич Доктор принимал участие. Т2 по топ-лейну. Под Хеллингвардом. С Кабаном. С машинками. У Мун Миндера есть Некра. Хотя нет, Некра окончены. Ну, через 30 секунд будут. К тому моменту, когда Ликвиды сюда подтянутся, Некрономиклон уже откэдэшится. Матумба Мэн пилит Т2. В одно лицо причём. Всё, он наконец-то решил улетать. Эмберспирит на базу. Пошёл под хилл под сейв. Летают каски. Повсем Хеллингвард. Всё это нейтрализует. И команда Манки Бизнес на хайграунде. Должны оставаться. Смокью за это будут заходить. Или центральная линия, или боковая линия. Кого-то где-то будут сейчас забирать Фата в опасности. Чем Фату ловить, кстати? Если Блинг пойдёт, чем ловить Фату? И на Кура могут наткнуться. Вот Кура-то убьют, это факт. Кура вообще никаким образом отсюда не убегает. Хотя не догоняет его. Миракл. На хайграунде все стоят. Пока что под Смоком Смоук не спадает. Дальше за Кура несётся СФ первым. Ну и всё. Смоук окончен. Квапа прыгает. Папа увидит. Квапа на хосте. Ну как ты с ноуболом догонишь Фату? Никак вообще. Фата, две секунды ещё до Блинка. Да ну нафиг вообще, а? Просто развалили, пока он изкувыркался. Фата, как так можно поступать? Во вражеском лесу не ходить пешком, тратить Блинг. Иметь Блинг в КД, в чужом лесу, когда никого нет на карте. Да не офигел ли ты, Фата? Манки Бизнес в итоге выигрывают. Выигрывали почти две с половиной тысячи. Точнее уже выигрывают две с половиной тысячи. По экспе пока ликвиды по-прежнему впереди. Странные достаточно мувы. Мувы, я бы сказал, очень странные для профессиональных игроков. Если б я так делал, пожалуйста, что мне сказать. Ну, плохо человек играет, но это же топовые игроки. Фата, известный игрок и просто ходить с КД в... Ну, просто так. Мне кажется, он их ещё не видел в смаке. Он просто блинковался тут. Постольку, поскольку. Потому что блинковался конкретно по ходу движения. Команды ликвид вряд ли бы он это делал осознанно. Да, жестячок. Матумба Мэн отправляется в это время на топ лейн. Идет пилить тавор. У него уже получилось попилить тавор. Он меньше половины снес. За это потеряли практически все внешние товара. Да не практически, а все внешние товара. Здесь Т2 последний упал. Здесь Т2 упал последний внизу. Уже давно-давно нифига нет. Команда Манки Бизнес, мне кажется, перепушит своих оппонентов. Этому сопутствуют и артефакты Бестмастера. Копейки остаются до Некров третьего левела. Кабаны промакшены. Пассивка есть. Так, очень сильно Ноутейл получил. Где, как, при каких обстоятельствах, я не понял. Матумба Мэн забирает Ноутейл. А что за ерундистика? Тут просто обмен вообще. Любезностями от одной команды к другой. Фата подфидел. Теперь подфидел Ноутейл. Размена один в один. Эмбер Спирита забрали. Джаггер Наута. Возможно, не зря. А куда Джаггер бежал, я вообще не понимаю. Хоть убей. У него не было умниц Лэша. У него там, ну, Блейд Фьюри, Блейд Фьюри. Но он же просто с руки Матумба Мэн убил бы своего оппонента. Непонятно, что Джаггер оказался именно там. Это очень сумбурная игра. С трудом понимаю, что здесь происходит. И есть у меня подозрение, что игроки обеих команд тоже не очень отдают себе отчет в действиях. Потому что, ну, ошибки просто детские. И есть у меня подозрение. На Рошана в это время перемещается команда Манки Бизнес. Роха лохопешный. Роха погибает. Где находится Майн Контрол? Ну, далековато Майн Контрол находится, чтобы ворваться сюда на Роху. Да и смысла в Рошпит было врываться никакого. Потому что вся команда Ликвид была разбросана по карте. И рядом с Рошаном никто особенно не тусил. Одному ворваться, просто получить по голове. Это дело, конечно, благородное, но бесполезное. Блэк Кинг Бар появляется у Миракла. 1100 еще на руках. В это время собирает себе Джекера. Юл. Первый серьезный артефакт для крита. У Тузка. Уже есть Шадо Амулет. В Курьере. В Курьере есть Сэнш, но мне не показывает чье. Крита я вижу артефакт. Возможно, это конкретно Флай. Готовый Сэнш. И скоро появится... Скоро появится... Сильвер Редж. Так, дальше по артефактам. Хотя, может, здесь. Да, скорее всего, это Джаггеров. Саша, все правильно. Нодейл приносит себе Сэнджин Яшу. Флай предобретает себе все-таки Глимер Кейт. Это не Сильвер Редж. Это будет Глимер Кейт. Ну что, врыв пошел команды Манки Бизнес на хайграунд. Миракл разультился. У Миракла есть Аэга. Мираклу вообще не страшно. Минус 2 пока сделала команда Манки Бизнес. Лоу ХПшный Сэнш. Байбэк пошел от Кура. Очень классно приморозили сразу трех игроков команды Ликвид. Байбэк от Фаты. Ульта пошла от Кура. Минус 1, минус 2. Ну и Крит лоу ХПшный валит. Отсюда на нем висит урнов Шадоус. Размен очень крутой. Уже минус 4 сделала команда Ликвид. И Миракл пятым отправляется в таверну. Ну Кура просто зацарил в данной ситуации. Команда Ликвид по голде заработала всего 920. Потому что дорогущие были байбэки. Один и второй игрок байбэкался здесь. Ну хорошо на самом деле. Кристал Мейден реализовала свои спылы. Достаточно уверенный ульт от Кура. Троих зацепил. Двоих получилось развалить за время действия ульта. И одного, а именно Джекира от Крита умер. Одного получилось добить благодаря урнов Шадоус. Фата остается во вражеском лесу. Ой, в своем, точнее, конечно, в своем лесу остается подфармить лайны. Команде Ликвид необходимо отпушить. Ну, внизу уже далековато крипы. Центральная линия по-прежнему стоит у Манки Бизнес. Топ-линия тоже еще стоит у команды Манки Бизнес. Ликвидам надо как-то забирать товара. Деньги-то они за киллы получают. Но преимущество получить киллами вряд ли у них. Получится, потому что драка здесь была не очень уверенная от них. Да, далеко зашли игроки команды Манки Бизнес. Думали, что можно драться под Т4. Вроде и поймали всех. Но это база команды Ликвид. Байбек, и ты сразу же снова в драке. Поэтому и обожглись об этом. Но я не думаю, что если драка будет где-то на луграунде, Манки Бизнес могут подпросесть. У Шадоу Финда есть Мека, есть Блэк Кинг Бар. Здесь есть чем стопить, есть чем... Сейвить своих тиммейтов. Юл у Джекира. Туск с Климер Кейпом. Некра третьего левела. Ну мне Манки Бизнес гораздо больше доверия сейчас внушает. Ну и посмотрим без байбеков. На коргероях, как сейчас команда Ликвид будет отбиваться. У Матумба Мэна только есть байбек. У Квапы байбека нет еще 5 минут. Ну и ЦМК тоже без байбека. Кура отбрасывается новой кабана. Тут бедняжку приморозило, кабан умер. Бедный кабан. Перемещается два игрока команды Манки Бизнес на нижний лайн. Чейный от Матумба Мэна. И он сам отсюда отходит. Прайм Аброр не юзал Мунменхи Энхио. В Соло, конечно, они не убивали Матумбу. Да и здесь был Рим Нантен, уходил по-любому. Смотрим обновление графиков. 6500 выигрывали Манки Бизнес. Теперь до 3500 графики спустились. По экспириансу Ликвиды впереди. Не проигрывает по золоту, но по экспе уверенно лидирует. 7500, как это вообще возможно? Где вы эту экспу зарабатываете, если вы такие бичи? Эмбер Спирит от Матумба Мэна. 1600 на руках. Батл Фьюри имеется. Пора подумать о критах. Сейчас, в принципе, Тавер этот забирает. И криты должны быть готовы. А пошел просто бить через... Без скрипов, без никого. Матумба Мэн подпилил Тавер. Глиф окончился. И сейчас Тавер можно будет забирать. Эмбер забирает Тавер. У него готов Кристаллис. По деньгам всего достаточно. Ну и гляньте, в бок заходит Флай. Видит Матумба Мэна. Очень долгая... Очень долгий каст Сноубола. На что рассчитывал Флай, непонятно. Надо было начинать по-любому свальду в панче. Потом вкатываться. Потом еще что-то. И, может быть, получилось бы. Но просто так катиться на Сноуболе, на Матумба Мэна. Думать, что Эмбер Спирит не оставил нигде ремнант. Но это смешно. 2500. У Матумбы. Покупает себе Кристаллис. Фата. Покажись-ка. Фата в это время приобретает себе Ultimate Torp. У него есть Оркит, есть Пауэр Трэдс, есть Мэджик Вонт. Боттл 840 голды на руках. Куда этот Ultimate Torp? Сейчас узнаем. Наверное, вот мне кажется, Линкин Сфера. И, скорее всего, даже не столько на себя, сколько Матумба Мэна подсейвить. Вот от таких вещей, как Праймал Рор. Вот какая... От контроля. От степени контроля, которая есть у Манки Бизнес. Праймал Рор. Умни Слэш. Все точечно. В общем-то, все... Есть смысл нейтрализовать и обезопасить. Сф приобретает себе Сашу Яшу Ау. Бестмастера. Мун Мэн Хио появляется в Boots of Travel. Тапок и книга. Ничего не надо. Летай по лайнам, читай. Матумба Мэн ждет Ноутейла. Привязка не удалась. Матумба Мэн без Флейм Гварда и просто уходит отсюда Эмбер Спирит на Римнант. 1300 на руках у Мейн Керри команды Ликвид. Ну и игра по файтам немножко... Застопилась. Драк мы с вами уже... Ну, давненько не наблюдали. Где-то минут 6-7 массовых каких-то драк не было. Да вообще не было драк, кстати. Как минимум адекватных... Это точно. 2700. Манки Бизнес по золоту и по Экспириенсу. Ликвиды впереди. 7500. Не понимаю вообще. Манки ведут, но манки ведут за счет снесенных товаров. Эти ребята в это время фармили, но Экспу получали, а по денежкам, вы видите, просели. В минус хорошенько ушла Квапа в свое время. Туда же отправился и Кура. В манке бисер. Маленько. Вморье. 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 IEM. Глянем артефакты Crystal Maiden Glimmer Keep Queen of Pain Orchid Ultimate Orb 2000 на руках у Фаты А ну-ка, Фата, не влез ли ты? М-м-м, ладно, Фату потом посмотрим Клокверк, Форстаф, имеется Power Threads, Bottle, Magic Wand Брасер 1600 на руках у Майн-Контрола Он пока без Блэйд Мейла Обходится и, скорее всего, не будет его приобретать В общем-то, уже об Агониме Пора думать, Клокверку Почти 30-ая минута у нас Эмбер Спирит, 2400 на руках После покупки Кристаллиса Magic Wand не выбрасывает Не будет тут демонедж Вкладывать вместо него Да и на байбэк, я так понимаю А Тумба будет денежки оставлять Потому что проиграть где-то Где-то подставиться Где-то слиться Эмбер Спириту И потерять из-за этого Целую сторону Это проблема Или будет? Нет, не будет Он серьезный парень Либо полный Полный Дейдалус Либо оставить деньги на байбэк Хорошо Квапа, скорее всего, в Хекс Пойдет, как я понимаю Фаты 2700 есть уже на руках Фата пока ничего не покупал Но раз такие деньги на руках Значит, скорее всего, это Хекс Против СФ, против Джаггернаута Да, вещь нужная Да против кого угодно на самом деле Хекс, эта штука просто незаменимая И важная Особенно для интеллектуалов К какой им Квапа относится Джаггернаут В свою очередь Саша Яша Тысяча на руках Фейсбу Цирингов Аквила Очень хреновый фарм у Джаггера То, что могу я сказать С абсолютной уверенностью 10 тысяч за 30 минут Это что, 300 гпм? Это 380 гпм от Нотейла Это даже не смотрится Вообще у всех Парадоксально плохой гпм Даже Шадоу Финт Который фарми не хочу И то у Мерекла Гпм 580 до 600 Даже не доходит Матумбомен Неплохо В общем-то Намного лучше Чем у Джаггера Идут дела Что-то по артефактам Заметнее стало У Джаггера Тысяча на руках Бистмастер Целая тысяча До Даггера Остается Бисту Джаггера Открито Юл Почти 2000 на руках Транквилбутсы Фармит Просто Макропирой Будет ли Аганим Покупаться на крите Посмотрим Ну если будет Нормальное такое Раздолье по денежкам Может и приобрести Но пока у него есть Клака И есть уже Деньги На покупку Глимер Кейп У кого-то есть Вообще в составе Манки Бизнес Да у Флай есть Глимер Кейп Но Глимер Кейпов Как и Мек Например Много не бывает Или как Хиксов Или как Рапир Минимум времени Осталось До появления Рошана Роха появился И об этом Знает и одна И вторая команда Римнант здесь стоит Все видно Да по-моему Все видно Все видно Римнант поставили Игроки команды Ликвид Врыв готов Клокверк здесь Хукшот пошел От Клокверка Два их зацепил Но они быстренько Развалились Сразу же Некра Пошли от Бистмастера Ну и команда Ликвид просто Растягивает своих Оппонентов СФ стоит И в рожпике И филит Рошана Эмбер Спирит Приносит себе Дейдалус Но не врывается В итоге Эмбер Спирит И теперь врываться Бессмысленно Не потратил Шадоу Финт Реквием оф Сол Не потратил Блэк Кинг Бар Мека есть И теперь команда Манки Бизнес Да Некра окончились Это плохо Но в целом У всех есть ульты Команда Манки Бизнес Будет просто Заходить на хайграунд Либо разменивать Аегу СФову Либо 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 если хорошо Получится подраться То просто разваливать К чертовой матери Хайграунд Команды Ликвид Очень суевого Играет команда Ликвид И за это Она поплатится И фисты Сейчас слишком большой Кулдаун имеют Мне кажется По ощущениям Матун Бомена Прыгает на Мирикла Привязал Мириклу плевать Мирикл стоит Мекку не юзает Аега есть Мирикл нормально Себя и так ощущает С руки нормальный Дэмэдж Мека пошла От Мирикла Стоит на месте Он Фату ловят Каски полетели По Мириклу С крипами С катапультой Здесь Хеллингвард Своё дело делает Мирикл вообще Практически не потерял ХП В итоге Ну и забрали Ранжевой барак Милишный стоит на медвей И далеко будут уходить? Нет Наверное нет смысла У Мирикла Аега Как была так и есть У него 4200 на руках Сможет байбэкнуться Прилететь В случае Удачного стечения обстоятельств И Манки Бизнес Отходит отсюда Ноутейл пошёл фармить Ну это нормально вообще Большой папочка Вернись в команду Ну так Говорит Задолбали Скучно Пока скучно Пойду фарману Спот Эншентов Половина Милишного барака Стоит И команда Манки Бизнес Уже готова заходить 10 секунд До Мекки Хеллингвард От Кедэшенс Мирикла Попробуй убей Мирикл бьётся Об Коги Близко не подходит Некра есть Некров провязали Некра пилит В это время барак Дота у меня под приостановилась Кто-то сейчас убьёт Некров И скорее всего Отправится В таверну Да Некров убили Лоу хпшный В итоге здесь Клокверк Джаггер разультился Клокверк в таверну Сразу же байбэк Мирикл добивает Милишный барак И отходит Айшар По Матумбамену Майн контрол прыгает На Мирикла Готов разультиться Цепляет Майн контрола Вкатываются Ещё и в Кура Курор Лоу хпшный Джаракс пытается Выхилить Кура Дальний койл По Кура не попадает Матумбамен Лоу хпшный Мирикл с Аегой Мирикл умирает Майн контрол умирает Крит А ну-ка А ну-ка А ну-ка Крит в таверну Мунменхю отсюда уходит И СФа тоже забирает Ой как хорошо Подралась команда Манки Бизнес Но забрали вы Центральную линию Развернулись И ушли Нет Нет честно говоря Фиолетово Что на Манки Бизнес Что на Ликвидов Но ошибки детские И профессиональные игроки Если и делают ошибки То в основном Они вот такие дураковатые Слегка эти ошибки Они не будут ошибаться Там в непрокликивании Ну или наоборот Там в каким-то Муве В каких-нибудь Смугганках В файтах В целом В тактике Но вот такие идиотские ошибки По типу Зайти убить И остаться посмотреть на То как туалеты падают И умереть в пятером Это знаете ли Пап 3К Мусор Ну и очень часто грешат этим Профессиональные игроки Спорных моментов Не бывает У них В спорных моментах Наоборот Берут себя в руки Решают все вопросы А вот Какие-то банальных Абсолютно Рассыпаются Ну и пошли в пятером Отдались Подарили ликвидам Денег Ликвиды Несмотря на потерянную сторону Что-то где-то еще Подняли по голде По экспириенцию Ликвиды Усиливаются 12К в их пользу А по голде Посмотрите С 5,5 до 2 3,5 тысячи Отыгрывает команда Ликвид Сторону потеряли Но это 35-ая минута Это мидлейн Это Наличие Эмбер Спирита В составе команды Ликвид Поэтому потерянная Одна сторона И вообще пуш Центральной стороны Чуть ли не на руку Эмбер Спириту Линия пушится Фарм все время Сам к тебе идет Даже не надо париться По этому поводу И Матум Бамайн Пошел вражеские леса Выфармливать Может себе позволить Через фисты Это делается хорошо Пачки крипов Сыпятся быстро Да он не подходит близко Он юзнул фисты Отошел Юзнул фисты Отошел Так и будет дальше Шадо Финт Приобретает себе Баттерфляй Миракл Денежный мешок Первое место По Нетворцу 20 тысяч у него 18 тысяч У Матум Бамена И дальше идет Фата 16 300 И только потом Ноутейл Джаггер чудовищно Не дофармливает Смотрим его ГПМ ГПМ у него 380 Как был Так и остался Ну и поймали Джаггера Джаггера скорее всего Развалят Да это все Под оркидом От Квапы Квапа все таки Переобретает себе Линкен Сферу Вещет нам Атум Бамена И пусть идет Дерется Фата оставляет себе Пока Линкен Сферу Не Хекс А Линка была У Квапы Я думал изначально О Линке Потом подумал Что Хекс Пора бы Фата купил Линкен Сферу Ну и 5 тысяч На руках Блэк Квапы Блэк Кинг Бара Нет у него Зато есть Квапы Квапы Фата здесь и останется Минус Фата Пошла ульта У Джеракса Это ульта С Аганимом Дезвард Побил хорошо Команду Манки Бизнес Никого правда не убил Но побил хорошо ЦМку тоже разваливают Джеракс Куда ты делся? Джеракс улетает Майн Контрол Поставил Коги На хайграунд Просто чтобы уйти самому И уйти Своему Тиммейту Матумба Мэн Вместе с Майн Контролом Свалили Забрали Джиггернаута Потеряли двоих В итоге в плюсе Манки Бизнеса остались Барак хорошенько Подбили Милишной Но Это все Бесполезно Потому что еще пару минут Здесь команды Ликвид Не будет точно Нет ЦМки Минуту Нет минуту Квин оф Пейн И за это время Барак отрегенится 100% В итоге Манки Бизнес Проиграли все Преимущество по голде И отыграли Тысячи наверное Полторы По Нет меньше Меньше Полутора тысяч Тысячу отыграли По экспириенсу Ликвиды Выигрывали 13 Теперь до десятки Свалились 19.25 Давайте смотреть вещи 38 минут у нас уже Позади Туск Глимеркейп Блинк Даггер У Флая Джекера Блинк Даггер Юл Куак Сама по себе Второго Глимеркейпа Не появляется Шадоу Финт Приобретает себе Баттерфляй Саша Яша Доминатор Скоро будет Сатаник Ну или как минимум Нацелен на него Миракл Третья игра У Бистмастера Талисман оф Эвейджен И будет Алибарда Против например Вот этого парня Очень даже полезная штука Деменедж Приобретает себе Матумба Мэна И 2400 у него На руках есть Будет покупать Блэк Ой Манки Кинг Бар Бистмастер Я уже сказал Талисман оф Эвейджен Все понятно Джаггернаут Покупает себе Скул Башер Ну и Матумба Мэн Конечно же МКБ От Безусловно Безусловно От Баттерфляя Шадоу Финт Матумба Мэна Поймали Глимерки Вливать команде Манки Бизнес На все это Разультился Джаггер В Матумба Мэна И Матумба Мэн В Таверну У него есть Если не ошибаюсь Байбэк Произвать байбэк Это остаться без Манки Кинг Бара Еще минут На 7-8 За это время Лайны упадут Вообще Как пить дать Команда Манки Бизнес Фуловая С ультом Сф С ультом Джакира С ультом Туско Мека у Джакира Ой не у Джакира Шадоу Финт Да проюзана Вот кстати еще Ребята действуют Некрономиконы Тоже пушат Пушат танкуют Все что можно делать Делают Матумба Мэн Забирает здесь Некров Забирает пачку Крипов Миракла Пытается подсейвить Джакира Но Мираклу Не так уж и больно Через Доминатор Через Крипов Отхиливается Очень даже просто Но хотя в это время Нижняя линия Подпушена И Мун Мэн Хё Пришел сюда Подфармить И команда Манки Бизнес Пешком Начинает бегать Это плохо Алибарда Мираклу На четыре с половиной тысячи Обгоняет Матумба Мэна Но в лейтеймбер Спирит пожестче Честно говоря Чем Шадоу Финт Как ни крути Вот Матумба Мэну Не знаю По поводу Рапир Мне это наверное Глупость Просто Рапиру Собирать В ситуации Ну Неприятной Но не критичной На самом деле Снесли Центральную линию Сороковая минута Ну Что есть Это центральная линия Что нет Не имеет особого значения Топлейн тоже стоит Да Без Тавара Но Ничего страшного Можно силами Собственной команды Дефать Тоже не проблема И Ситуация не такая Безвыходная Чтобы собирать Рапиру Кура Остался Зайс Шардом Выталкивает себя Майн контрол Врывается Ну и для чего Что и ворвался Если Кура все равно Вытолкнул Ну и Разваливается в итоге ЦМ Пока что минус 2 От команды Манки Бизнес Флай лоу хпшный Фата задул во флая Флай умирает Сам Фата Тоже лоу хпшный Джеракс лоу хпшный Джеракс погибает Фата Упрыгивает И быстренько ТП аут отсюда Размен 3 в 1 Гем выпал Гем подняли Каски между собой разделили Хилингвард имеется Роха Вот-вот Появился Есть Здесь птичка Роша Наверят Команда Манки Бизнес Сейчас заберет Роху Как раз появится К тому моменту Флай И по-моему Тут гг будет Ликвиды Не должны вывозить Эту игру Потому что Плохо все Из рук Вон плохо получается А вот теперь Матумба Мэну Надо думать О рапире Мне кажется Именно Рапирой будет Спасать Команду Ликвид Чем дальше Тем хуже Матумба Мэн Нуждается в дэмэджи Его криты Не решают У него есть Баттлфьюри Но ему просто Не хватает дамаги Тут опять же Есть сплэш Поэтому критонешь Ты промажешь По СФ Он критонешь По соседу И СФ все равно Критом плотненько Раздавит Если там будет Огромное количество Дэмэджа Матумба Мэн С Батлой С Рингов Аквила Все это можно было бы Продать На самом деле Купить себе Манки Кинг Бар Если бы такова была цель Но возможно там Возможно там реально Нацеленность У Матумба Мэна Уже есть Нарапир Дивайн Ликвиды потеряли Все по экспириенсу Все что нажит Они по сильным трудам 13 тысяч было Сейчас только 2 тысячи осталось Это ничего На 42 минуте По голде Проигрывают 8 Надо удачно подраться Надо забрать 3-4 героев Команды Манки Бизнес И где-то хотя бы Пропушить Внешний Тавран Обезьянного бизнеса Но они зажаты На собственной базе На самом деле Дота Дота Что случилось Что случилось В наших лесах Манки Кинг Бар Покупает себе Матумба Мэн Не стал Не стал Ни Аквилу продавать Ни Ботл Купил Манки Кинг Бар Ладно Думает Что еще можно Этими артефактами Справиться Хорошо Дело его Может и правда Рановато Для Рапиры Такой рисковый шаг Если он умирает Рапира достается Команды Манки Бизнес А там уже СФ в руки дать Рапиру Это значит Забыть об игре Джаггер если прыгает Сейчас А он прыгает С Даггером На Эмбер Спирита И бросает на него Абисал Блейд Линка Кстати Для этого дела Присобачено От Фаты На Матумба Мэна Но если Абисал ловит у нас Эмбер Спирит Забирают его Мне кажется Очень-очень быстро Раская ловка Шадоу Финда Конечно же Бестмастер Промел Рор Не пожалеет Там Некра Там Матумбу Просто сожрут Совсем Внутри Матумбова Ну и команда Манки Бизнес Готова идти пушить Они уже по топлейну Втроем двигаются Сюда направляется Еще и Туск Быстренько 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 Крит И у Туска И у Джекера Есть Даггер Поэтому в скором времени Они будут на топлейне Что там по смокам Будет ли это смок врыв Или просто будут Ити мясом давить Нет Смоков нет В команде Манки Бизнес Даже Курьеры Не несут Этот чудесный артефакт Будут просто На тупом Как говорится Заходить У Джагера Есть Аэго 1800 хп У Миракла 2500 хп У него есть Сатаник У него есть Баттерфляй Миракл я думаю Готов стоять и танковать Ему главное Юзать БКБ И Сатаник Стоять и бить Мы пошли сыпаться Бараки Джеракс Каски не бросает Ждет еще Падает в второй барак Прыгает На Джеракса В итоге у нас Джаггернаут Разультился Паттермайн контрол Все получили по голове Ноутейл отсюда Отходят Полетели Каски По Некрономиконам Джеракс Половину хп Потерял Потому что Некрадного добили Кура Спускается на лоу граунд Нет маны у Нолтейла Миракл Не юзал Сатаник Не юзал Блэк Кинг Бар Миракл ждет Своего звездного часа И Рейнджевой барак Снесли Милишный пока что Команды Ликвид На месте Миракл пофиг Хилинг Вард есть Хилинг Вард Фуловый Прыгает Миракл Блэк Кинг Бар Эквейм Оф Сол Не юзает Разваливается Клок Миракл до сих пор Не юзнул ульту Кура Разултился Миракл Разултился Досталось всем Досталось хорошо Кура в таверну И Миракл разваливает В это время Фатум А Тумба Мэн Ну и что там МКБ Как дела с МКБ Валяется Гем на земле Курьер забирает Гему Убивают Нолтейла Ну и уходит отсюда Миракл Где же ты Миракл близко Ну В итоге можно уйти И таким вот образом Нет Цепляет Мун Миндера Фада ловит Мун Миндера Матумба Мэн Ловит Мун Миндера Все Ловят Мун Миндера Забирают его Но при этом теряют Две стороны Ну и внешние Бараки Давным-давно рассыпаны Команда Ликвид С одной несчастной стороной По тому закупу Который есть У команды Манки Бизнес Мне кажется Точно так же Идти и суицидиться В одну сторону Это совершенно не проблема Но Тейл потеряла эгу Но в целом ушел Потеряли Бестмастера Но Бестмастер Дважды призывал Некров Юзал Алибарды Праймал Рор Бестмастер Все сделал необходимое Туск Бичара здесь полнейший Поэтому Туску просто Вкастовать бы Сноубол и Айсшарт Что он кстати сделал Пару раз Дать Валрус Панч И отправляйся в таверну Пожалуйста По добру По здорову Да дальше будут Взрослые дяди решать Так и получилось Команда Манки Бизнес Скор героев Не потеряла Сторону снесла Заставила кучу раз Побайбекаться По голде и по экспириансу Вышли вперед На 2000 Фух Выговорился Господин 001 Не вешайся Ни при каком из раскладов Этого матча Не смей вешаться Дота того не стоит Ну как минимум Дота от Манки Бизнес И Ликвид Точно не стоит В целом Там не знаю Какие у вас С дотой отношения Эмбер Спирит 4400 По голде Уже имеется Матумба Манку Пирапиру К этому дело движется Демонедж приобретает Себе Эмбер Спирит Осталось еще 1300 Дом Сакред Релик Но для этого Надо пойти И пофармливать Какие-то лайн Вот этот лайн Самый дорогой Но этот лайн Хрен знает где находится И туда идти Эмбер Спирит Уфармить очень рискованно На центральную линию Идут игроки команды Ликвид Попытаются забрать Скорее всего Таври Если Матумба Мэн Подставляется И его убивают То на этом Можно игру оканчивать Матумба Мэн Ловит Абис Алблейд Ловит ульту От Джаггернаута Матумба Мэн Байбэк Сразу же Здесь уже Эмбер Спирит Ну просто посмотреть На своих оппонентов Да Да так и получается Просто смотрит На своих оппонентов Пока там Фату разваливают Внизу Команда Ликвид Просрала Все свои шансы Даже Не думаю Что есть смысл Выражения Какие-то подбирать И нереально Просто просрали Возможность Хорошенько подраться При наличии Рапиры Пошли пуши Т2 Как будто они Что-то там Выигрывали Нет Они проигрывали 12к голды Они по экспе Начали проседать У них не было Нормальных артефактов Нормального количества ХП Они знали Что в руках У команды Манки Бизнес А у Манки Бизнес Есть Джаггернаут Абисал Блейд Дом Блинк Даггер Так Матумба Мэн Врывался даже Без линки На нем повешенной Но знали же Про Абисал Блейд Праймал Рор Все это Как было Так и есть И для этого Не надо много ума Чтобы одну кнопку нажать Ну и команда Манки Бизнес Просто идет пушить своих оппонентов Пока нет фаты Фаты байбэка 3 минуты 40 секунд Еще нет Нет байбэка У Эмбер Спирита Забрать его Я думаю смог Мирикл Бьется об Коги Ой-ой-ой Потерял 200 маны Что делать Что делать Спасите Помогите Друзья Меня приморозили Что делать У меня есть Блэкин Бар Сатаник И у меня с руки 400 Что же мне делать С критами К тому же Шадоу Финт Еще и с Дейдаусом Ну и Мирикл Начинает стоять Просто на тупом Вообще разносить бараки Он не трогает Майнд Контрол Он просто стоит Бьет бараки Майнд Контрол Ловит в это время От Нол Тейла Эбисал Блейд Последний барак Мириклу плевать На все это Ни БКБ Ни Сатаник Мирикл не юзал У него уже Гадлайк Стрик Мирикл Под Блэкин Баром Бьет Эмбер Спирита Прайм Алрором Сдуло всех Кого только можно Ну и так Ради фейерверка Мирикл Решил еще И разуйтиться Что поздравляем Команду Манки Бизнес Они выигрывают Две игры подряд Они выходят В финал Виннеров Поздравляем Команда Ликвид Жидковата На данный момент Ну что друзья У нас 16-0-0 Команда Альянс Играет против Коллектива НИП Давайте пока По этому матчу Еще разберемся Что да как Джаггернаут Дела свои Подправил немножко Шадоффинс 700 ГПМ Эмбер Спирит 540 Джаггер Ничего еще Так справился С ситуацией До этого вообще Печально все смотрелось На 380 держалось Ну и Команда Ликвид Чувствовался Не до фарм 540 У Эмбер Спирита Фата 490 Ну Один Шадоффинт Реально решил Если бы дальше Пес знает Как получилось бы Когда появилась Барапира Или что-то вроде того Но Матумба Мэн Очень неаккуратно Повел себя На центральной линии Поздравляем Манки Бизнес Они в винарах Ликвиды в лузерах Будут ждать своих оппонентов У нас на очереди 16-0-0 По Киеву и Москве Матч между командой Альянс И коллективом Ниндзи в пижамах Далеко не разбегайтесь Услышимся Через чуть менее Чем через час До связи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok